Почему одни на фронте погибали, а других как будто пуля не брала? Во время войны был такой командир штрафного батальона Михаил Иванович Сукнев, дважды награжденный орденом Александра Невского, который не раз чудом оставался в живых. Как будто никакая пуля его не брала. По словам однополчан, Сукнев успевал реагировать на любую пулеметную трассу. Он мог уклониться или даже подпрыгнуть, пропустив пули под собой. В батальоне, которым командовал Сукнев, был молодой политрут, который постоянно напрашивался идти с ним проверять огневые точки. Но комбат его не брал. Ходил один напрямую по открытому месту, где можно было запросто слопотать свои 9 граммов сердца. Объяснял он свои одиночные походы тем, что многие не умели чувствовать опасность. А тут нужно было иметь едва ли не звериное чутье, иначе или ранит, или еще хуже убьет. Однажды он все-таки взял политрука в обход, и когда послышался немецкий пулемет, крикнул политруку «Прыгай вверх!» и сам подпрыгнул. А политрук лег на землю и был ранен в обе ноги. Позднее одну из ног ампутировали в госпитале ниже колена. Рассуждая на эту тему, уже будучи ветераном, Михаил Иванович Сукнев пришел к выводу, что есть такой тип людей, которые сначала сделают, а потом уже думают. Возможно, это интуиция. Но делалось все быстро, на автомате. Потом уже приходило понимание. На полях сражений такое свойство натуры много раз спасало ему жизнь. Причем не только ему, но и другим бойцам, которые обладали таким же навыком. В мирное время толку от этой интуиции оказалось гораздо меньше. Михаил Иванович не раз попадал в просаг. «Видно», – писал Сукнев, – «я из таких неведомым чутьем осизал смертельную опасность». Скорее всего, такие люди и доживали до конца войны. А остальным осталась только вечная память. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok